В Кубке Гагарина СКА выбил Динамо, а Сибирь – Металлург Илья Зубко. В Кубке Гагарина определились финалисты конференции. Борьбу за трофей продолжают Питерский СКА и Новосибирская Сибирь, с одинаковым счетом 4 к 1 завершившие серии против, соответственно, Московского Динамо и Магнитогорского Металлурга. А результаты вчерашних матчей Як-Барс, Авангард и ЦСКА, Юкерят стали известны после подписания номера в печать. Одно мы знаем совершенно точно, чемпион в этом году будет новый. Действующий обладатель Кубка Гагарина Магнитогорский Металлург завершил борьбу уже во втором раунде. Пал магниткой от главного открытия этого сезона – Новосибирской Сибири. Команда Андрея Скобелки, чей состав нельзя назвать звездным, удивила уже в регулярном сезоне, завершив его на втором месте в Восточной конференции. Как выяснилось, эти успехи не были случайными. И в плей-офф сибиряки сначала расправились с крепким Челябинским трактором, а теперь еще и с Магнитогорским Металлургом. Ранее по теме, СКА выбил Динамо из Кубка Гагарина. Магнитка проиграла оба матча в гостях, затем команды обменялись победами в Магнитогорске, после чего права на ошибку у команды Майка Кинена уже не осталось. В Новосибирске активнее начали гости. Счет, правда, был открыт не скоро. Лишь на 27-й минуте Сергей Мазякин распечатал вернувшегося после дисквалификации на пост номер один Александра Салака. Примечательно, что сделал это капитан Металлурга в большинстве. Этот важный компонент игры у гостей отработан до автоматизма. Сибирь отыгралась очень быстро гол на счет у Шумакова. После чего команда вновь взяли паузу. Магнитка смотрелась лучше, имела больше голевых шансов. Казалось, что гости смогут оппонента дожать, либо дело закончится овертаймом. Однако менее чем за две минуты до сирены Олег Губин забросил важнейшую шайбу. Гости заменили вратаря на шестого полевого, и Ожиганов броском в пустые ворота поставил точку в этом матче и во всей серии. Три к одному. Чтобы пройти магнитку, сибирикам понадобилось всего пять матчей. Результат впечатляющий. Особенно если учесть, что ранее клуб из Новосибирска ни разу не добирался до финала конференции. Лучшим результатом в истории Сибири раньше был выход во второй раунд плей-офф в прошлом сезоне. Интересно, что тогда команда руководил нынешний главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. И руководству клуба удалось найти специалиста, который смог поднять команду на новый, еще более высокий уровень. Андрей Скобелко уже вошел в историю Сибири, но, кажется, останавливаться на этом белорусский специалист не собирается. Свою роль в этой серии сыграло то, что в равных составах нам удалось сыграть лучше. Очень сложно сдержать первую пятерку магнитки в большинстве. Мы удалялись реже, чем в прошлом матче, но все равно пропустили. При этом команда выгрызала лед в каждой смене, парни боролись и заслужили победу, сказал на пресс-конференции Скобелко. «Хочу поблагодарить ребят и болельщиков. Этот выход в финал конференции очень важен для всех. Команда невероятно популярна в городе, мы это чувствуем, и это действительно важно». Нуа накануне праздновал Санкт-Петербург. Скобелко выбил из борьбы московское «Динамо» и вышел в финал западной конференции. Решающий, пятый матч серии завершился в овертайме, когда Евгений Додонов на 70-й минуте принес Скобелко победу со счетом 3 к 2. Для армейцев с невы выход в финал конференции стал повторением лучшего результата в истории. Более того, Скобелко впервые смог одолеть «Динамо» в плей-офф. Две предыдущие встречи этих команд в рамках Кубка Гагарина неизменно заканчивались для питерского клуба «Фиаско». Но на этот раз превосходство Скобелко не вызвало никаких сомнений. Продолжение следует...